Друзья, аттракцион невиданной щедрости платят 50 рублей за то, что я поставлю лайк. Прикиньте, а? 50 рублей и 1000 рублей в подарок при регистрации. Блять, люди уже выводят средства. 50 рублей за лайк. То есть это просто офигительно. Мы сейчас посмотрим. Я даже сейчас попытаюсь эти деньги заработать на ваших глазах. И мы посмотрим. Это очень необычный такой сайтик. Нестандартный, скажем так, нестандартного набора наших, того, что мы обозреваем. Так что приятного просмотра. На сайте nefet.ru. Не забудьте, что вышла уже первая серия от Лачи Целены. Офигительной графической новеллы. Посмотрите. Также нажмите вот кнопку войти. И можете тут зарегистрироваться через ВК. Для того, чтобы получить уведомления о выходе новой серии. Потому что YouTube уведомления почему-то не всегда присылает. Советую это сделать. Кому понравился сериальчик. Ну а также можете задонатить и попасть в выпуск. Ну и тут про печатную версию подробнее. После небольшой рекламы погнали. Друзья, добро пожаловать в магазин Кейс Граунд. В обновленный магазин Кейс Граунд. В котором вы можете купить кейсы с играми. Например, PUBG с шансом выпадения 80%. Если не хотите испытывать шанс, купите готовый аккаунт. Просто нажимаем аккаунты. Заходим в любой готовый аккаунт. Например, тот же самый Steam с PUBG. Он стоит, правда, подороже. Зато вы получаете логин и пароль от Steam аккаунта. В котором есть уже готовый PUBG. Ну и также другие, конечно же, игры. Батла, GTA 5, CS GO и всё это по сценам ниже Steam. Даже премиум аккаунты со сменной почтой для Майнкрафта. Гарантии, круглосуточная поддержка, розыгрыши. Игры за 29 рублей, прокачка в GTA 5. Подробные инструкции и, конечно же, любые способы оплаты. В том числе смс с телефона. Сэкономь на обеде, купи игру. Кейс Граунд работает более двух лет. Ссылка в описании. Итак, что я вижу, нафиг. Это что там, у вас картиночка не подгрузилась? Бывает. Ну, незащищённое соединение. СССР подключить нахер надо. Короче, что это, как работает, возможности, преимущества. Так, инстаграме мы платим... Платим вам деньги. Окей. Дарья Гэ. Дарья говно, наверное, вывела только что деньги. А что такое инстамания? Это уникальный в своём роде сервис, с помощью которого можно заработать деньги в интернете, ставя лайки в инстаграм. Там оплата, за которую составляет 50 рублей за один лайк. Там, по-моему, сколько-то лайков, если ты в день ставишь. Там ограничение какое-то в самом инстаграме. Но тут похуй, тут безлимитно. Мы сейчас увидим. Я уже просто поработал на этом сервисе. Для того, чтобы начать заработок на вашем сервисе, вам всего лишь необходимо пройти простую регистрацию и приступить к работе. Работая на нашем сервисе, вы ежедневно будете получать до тысячи заказов. А-ха-ха-ха-ха-ха! Сейчас мы это проверим, да-да-да. И возможность зарабатывать до 50 тысяч денег. Тысяча лайков можно разве в день ставить в инстаграме? Мне кажется, нет. Смотрите, тут как в этом. В банке калькулятор кредита, только калькулятор моего заработка. Ну-ка, ну-ка, тысяча лайков, 50 косарей. Ёбаный рот этого казино! У них даже есть видео. Добро пожаловать на официальный сайт по заработку на лайках Инстамания. Вам не кажется этот голос очень знакомым? Очень знакомым. А Фейсбук в курсе вообще? Сайт, где вы можете зарабатывать до 50 тысяч рублей в день. Серьезно, мне кажется, у всех этих сайтов есть какой-то штатный диктор, который озвучит все рекламы для всех этих сайтов. Уделяя работе всего несколько часов ежедневно. Ведь за один живой поставленный вами лайк вы будете получать по 50 рублей. Живой? Через Инстаграм АПИ, наверное. Сейчас увидим. Но откуда такие цифры, спросите вы? Все предельно просто. Наш сервис кардинально отличается от аналогов в интернете. Ведь у конкурентов зачастую лайки ставят боты. Такие лайки не ценятся серьезными заказчиками и стоят копейки. А серьезные заказчики там проверяют как-то это? Ну, ладно. Но только не у нас. На нашем сервисе работают живые люди, которые ставят лайки вручную. Нашими постоянными клиентами являются популярные медийные личности. Такие как видеоблогеры, Инстаграм-модели, предприниматели... Самое странное, что на этом сайте почему-то нету кнопки заказать рекламу. Я вот видеоблогер, я хочу заказать рекламу в вашем сервисе. Пусть мне ставят живые лайки. А на Ютуб можно еще? ...котые ведут бизнес в Инстаграм и другие серьезные люди, которые дорожат репутацией своего аккаунта. Поэтому... Поэтому заказывают у вас на этом шит-сайте. Они готовы платить по 50 рублей за один поставленный живой лайк на их фотографию. Чтобы приступить к работе прямо с... Пиздец, деньги, да, девать людям некуда? 50 рублей за лайк, прикиньте, 1000 лайков. Сколько это там? 50 косарей? 50 косарей за 1000... Блядь, серьезно, какая серьезная личность заплатит 50 косарей за 1000 лайков в Инстаграме? Блядь! Сейчас вам нужно просить простую регистрацию, после чего вы сможете... После чего мы все это увидим. Что от вас требуется? Значит, доступ в интернет. Пару часов в день. Возраст от 18 лет. Кстати, возраст не спрашивают. Ни при регистрации, ни в личном кабинете. Ответственность. О, да! Ставить лайки! Знаешь, это большая ответственность, сынок. Ставить лайки. Как-то работает. Регистрируйтесь, ставите лайки, зарабатывайте деньги, выводите удобным способом. Топ 10 заказчиков, заказавшие лайки в Инстамании. Ну, окей, значит, я понятия не имею, честно говоря, кто эти люди все. Я не подписан на Инстаграме. О, доктора Комаровского знаю. Эх, доктор Комаровский, и ты туда же! Блядь, заказываешь лайки непонятно где. По 50 рублей. Хорошо живет, блядь, доктор. Ну, ладно, доктор Комаровский, я думаю, действительно неплохо живет, блядь. Основные преимущества. Сервису более одного года. В натуре, что ли? Сервис может быть и больше одного года, а домен почему-то меньше одного года у вас зарегистрирован. Я плачу, кстати, всего на год. Так что, ну, видимо, серьезный сервис такой. Знаете, ну, серьезные сервисы, они всегда на год проплачивают, а потом, знаете, ну, уйдет домен и уйдет. Да и хуй себе. Это серьезный сервис, менее одного года. Пиздят. Избавление от финансового рабства. Инстам... Сайт новый, а термины старые. Уловки старые. Начните свой путь с простой регистрации. Измените вашу жизнь. Купите Бентли, яхту, хуяхту. Да, да, да. Избавься долгов и позвольте себе то, о чем все мечтали. Будь то покупка автомобиля, желание путешествовать за границу, дом мечты, цинстомания, нет ничего невозможного. Достойный заработок в течение двух часов в сутки. Да, да, прозрачность. В отличие от других сервисов по заработку в интернете, прозрачность. Знаете, сразу видно, вот потому что у вас нету вообще никакого сертификата, что вы очень надежная компания. И пиздите, блядь, про то, что вы больше года работаете. Мы в цифрах. 10 тысяч заказчиков. Один год работы, там, по-моему, только что было ноль, блядь, если я не ошибаюсь. Мы в цифрах. 10 тысяч. 10 тысяч лайков поставлено, 500 тысяч рублей выплачено. Простите, 500 миллионов выплачено. Миллионов, блядь, бюджет маленькой страны. Отзывы работника. По правде говоря, до этого я перепробовал множество сервисов по заработку в сети издомания. Было для меня просто открытие. Ставишь лайки, получаешь деньги. О лучшей работе я не могла мечтать. Спасибо вам огромное. Там еще много, да, отзывов? О, много, блядь. Ух. Платный номер. База ГИБДД? А как, подождите, что это такое? База ГИБДД? Продажа баз ГИБДД, блядь. Знаете, такие, и за милых дам, чтобы два раза не вставать, они сделали здесь вот такие еще штуки. Короче, свои, видимо, какие-то сторонние проекты. Или, знаете, друг вот этого перца, который сделал этот сайт, говорит, блин, ну размести там пару моих ссылочек. Он говорит, ладно, давай, хорошо, давай. Хе-хе-хе. А хули по-английски? Да-да-да, все авторские права сохранены, кроме логотипа Инстаграма. Все указанные цифры не являются гарантией их получения сумм. Понятно. Если предположительные прибыли или увеличение предстоящих доходов вы считаете гарантированным, то также берете на себя и риски по их неполучению. Если на сайтах указывается конкретная сумма заработка у лица или лиц, которые занимаются бизнесом, то это не гарантирует лично вам такого же дохода. Вот так, понятно. Вы принимаете как факт, что можете не получить таких сумм. Начиная пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на получение рассылки. Продукт – это платный опрос. Далее по тексту опрос. Цель – пройти все уровни и получить в конце подарок. То есть, понимаете, им даже лень было пользовательское соглашение переписывать, они от опросов ставили сюда. Начало использования продукта, а именно нажатие кнопки «Принять участие» подтверждает присоединение пользователя к данному соглашению. Администрация не отвечает перед пользователем ни при каких обстоятельствах за любой прямой, косвенный, случайный, специальный… Специальный? В смысле специальный? Вы что, специально мне ущерб хотите нанести? Специально? Вытекающий ущерб, упущенную выгоду, ущерб репутации или иной ущерб, который могут быть у пользователя в связи с использованием продукта или невозможностью его использования. То есть, чувак, иди просто нахуй, блядь. Так и написано прямым текстом. А вознаграждение получают пользователи выборочно. На усмотрение администрации. В случае с лайками, значит, это хорошая работа, но выборочно. Это хорошая работа для создателей сайта. Но выборочно, понимаете? Создатели сайта получают доход, а мы не получаем. Ну, давай. Проходя платный отрос, вы соглашаетесь и обязуетесь не предъявлять никакие требования имущественные другого характера к администрации сайта. Вот видите? Почему с ними нельзя бороться? Потому что, вот, вы согласились с афертой. Пользователь понимает тот факт, что он участвует в платном опросе только имитирующим имущественные вознаграждения. И гарантирует, что с его стороны в отношении администрации не будет предъявлено какие-либо претензии имущественного или иного характера. То есть, это имитация платного опроса. Все названия, контактные данные персонажей с пользами в опросе вымышленные. С целью создать большую реалистичность продукту. Блять, тут прям все написано. Они сами на себя запилили лох-патруль в собственном же, блять, пользовательском соглашении, которое никто, конечно, не читает. Для погружения пользователя в процесс. Прямо 7D кинотеатр какой-то. С целью прохождения опроса пользователь оплачивает новые уровни опроса. Это игра, понимаете? Моделирующие те или иные жизненные ситуации. То есть, это закрепительный кладеж, это как бы моделирует ситуацию. Ой, а длительное нахождение около компьютера может вызвать различные осложнения физического состояния. Смотрите, они и о здоровье позаботились. Не сутулься. Написали бы еще, не сутулься. Также могут некоторые логотипы вызвать эпилепсию. Также сайт сохраняет об айпишниках информацию всю. Использует куки. Разрешенно написано на компьютере. А вот и контактные данные. В общем, ребята, поехали зарабатывать, наконец. Хватит читать. Вторую часть видео, где мы будем зарабатывать, я записывал немножко раньше, поэтому могут быть какие-то повторения или настыковочки. Знаете, ну у них такой был красивый лендинг, симпатичный. Я даже чуть бы не поверил, что это правда. Но давайте посмотрим на наши любимые признаки. Ой, кто-то вывел средства. Мне зачем это сообщать, что кто-то вывел средства? Признаки лохотрона сразу какие-то проскакивают. Ну, во-первых, нам подарили сразу тысячу рублей. Второй признак, который мне показался странным, это то, что... Вот, надо кому-то лайк поставить, да? Странным, что не попросили подтвердить имейл. То есть просто обычно, знаете, такие сайты, но надо подтвердить имейл, прежде чем начать вообще какую-то работу. Топ-10 партнеров за неделю. Так, угу, вот смотрите, кто-то 200, светка какая-то, 200 косарей вывела. Чтобы начать зарабатывать, просто ставьте лайки на фотографии заказчиков. Зарабатывайте 50 рублей за один лайк. В смысле? Вот так? Вы заработали 50 рублей? Вам не кажется странным, что... Во-первых, я не могу никак перейти на Инстаграм, ну-ка, открыть картинку в новой вкладке. 4.gpk Photo to like 4... О, да, это из Инстаграма! Нет, нет, а это не из папки photo to like? Не пускают нас в эту папку, конечно, к сожалению. Может быть, как-то так мы туда зайдем? Нет, видимо, там везде стоит разрешение, что я не могу просто так взять и зайти сюда. Ставьте лайки, да. Следующий лайк, ну что ж, поставим, конечно. Слушайте, это очень скучно, так долго буду зарабатывать. 1100 рублей у меня уже. Это специально так сделано, что так долго... Зачем мне писать, что загружаю? Просто загружаю новую фотографию! Из папки 4. Ну-ка, подождите-ка еще разок. 14. Сколько их там всего, мне интересно? 13. Кто такой 13? Вот еще... 20 давайте. Слушайте, много-много. 20 штук минимум. 30. 100. А вот 100 нету, 100 нету. Эх, меньше 100. 50, наверное. 75 фотографий для лайков у нас. То есть, я не думаю, что кто-то пролайкает 75 раз и заметит то, что они начинают повторяться. Сука, я так надеялся, что это нормальный, легальный сайт для заработка в Инстаграме. Правда, сумма 50 рублей за лайк, это, конечно, очень жестко. То есть, прикиньте, блогеру надо накрутить 10 тысяч лайков и получается, что блогер за 10 тысяч накрутки лайков должен заплатить полляма! Да за полляма лучше купить рекламу у какого-нибудь просто блогера в видео. Больше будет профита, больше лайков соберешь. В общем, наебалово капитально. Ну, давайте еще немножечко полайкаем. Ну, сейчас же, наверное, мы сможем вывести вот это. Это игробелка? Блядь, мне показалось, это была игробелка на море. Так, ладно, Инстаграм. Почему меня не попросили залогиниться в Инстаграме, тоже непонятно. Я как бы с чьего аккаунта лайкаю. Собственно, простите, с вашего что ли? Ну, допустим, допустим, друзья. Да хватит уже, хватит. Мне хватит полтора ксаря мы заработали. Давайте стату посмотрим. Смотрите, все продумано. Стата, блядь. Заработок лайки. Да, вам не кажется, что этот график немножко, блядь, сомнительно выглядит? Твоя самооценка, когда лайкаешь. Твоя самооценка, когда за лайки платят 50 рублей. Пакеты фото. Минимум 500 плюс фото. Ваш заработок составит 25 тысяч рублей. Купить? Нет, наличия нет. Эх, эх. К сожалению, нету в наличии, но можно купить. Номер карты, Paymaster. Спасибо, пакеты фото мы покупать не будем. Это, видимо, знаете, для тех, когда 75 фоток закончатся, они должны будут купить пакеты фото. То есть, как бы нам дают зарабатывать, но надо за это заплатить. Надо заплатить, чтобы зарабатывать. Вот представляете, вы устраиваетесь на работу, и вам говорят, вот у вас оклад будет 45 тысяч, но вам надо 20 заплатить, короче, чтобы мы вас взяли на работу. О, зато кто-то уже восемнашку вывел. Как он вывел восемнашку, если там 75 фото? Или укладывается? Ну-ка, давайте посчитаем. 3,750, ну плюс косарь подарочный. 4,750 это максимум, что мы можем заработать на этом сайте. Ну, видимо, кто-то купил 500 плюс фото. Ладно, давайте выведем средства. Мы можем их вывести еще, нет? Вы еще не выводили средства. Ваш баланс. Давайте выведем. Максимальная сумма 5000 рублей. Что-то я вообще не понял нихуя. А в какой смысл? Так, сменить пароль, новость, оповещение, часовой пояс. Ну, слушайте, очень похоже. Ставить лайки. Если там всего 75 фотографий, как же мы можем заработать 5000 рублей? И вообще на кого это рассчитано? Это, то есть, надо все дети реально дрочить? До 5000? Что-то, блядь, мне впадло, если честно, ребят, дрочить до 5000. А можно как-то отредактировать это сразу на 5000? Можно я напишу, типа, 5700 сразу? И выведу средства. Нет, он не верит мне. Бля, придется, походу, лайкать. Мне очень интересно посмотреть, чем это закончится. Я заебался уже, но я приближаюсь к цели. Уже 4200. Я еще так подумал, есть ли у вас автоматический сервис? Почему было бы не сделать просто, чтобы автоматом эти лайки ставились? Просто нажать кнопочку автолайк. Или у вас там что, капча какая-то? Типа, я не робот, чтобы инстаграм верил. Так у вас свой вообще интерфейс какой-то, а не инстаграмовский. Это же не инстаграмовская API. Ой, блядь. На самом деле я вам объясню, для чего это делается. Для того, чтобы я реально помудился, блядь, ставя эти ебаные лайки. Для того, чтобы я почувствовал, что я эти деньги заработал. Чтобы мне было обидно с ними расставаться. И я еще не знаю, не проверял, но мне почему-то кажется, что какую-то комиссию или закрепительный платежик заставят заплатить. И чтобы, знаете, у меня было чувство того, что я, блядь, потратил столько времени, я заплачу этот чертов платеж, потому что я хочу свои честно заработанные деньги, ребята. И тем временем, слово за слово, хуем по столу. Ой. У меня... Что это, блядь? Уважаемый Вася500, напоминаем, что сервис Инстамония является прямым посредником между заказчиком и исполнителем. Наши заказчики – это медийные личности, которые готовы платить по 50 рублей за один лайк. Где вы такого ебаната нашли? За 10 тысяч лайков полляма. Так как мы являемся прямым посредником, то мы берем... Не берем никаких комиссий с заказчиков и ставим фиксированную цену 50 рублей лайк. Однако, для поддержания проекта и его дальнейшей работы, без сбора комиссии с заказчиком 100% оплаты вам за каждый поступивший лайк мы установили символическую фиксированную плату за пакеты фотографий. На выбор мы представляем 3 пакета, приобретая минимальный пакет фотографий в 500 штук. Короче, понятно. Всё, перейти к пакет... Всё, больше я, видимо, лайкать уже не смогу. Как я иванговал, блядь. 4 750 – это максимум, что можно выезжать из 75 фотографий плюс подарочного косаря. Тьфу, как всё просто-то сложилось. Перейти к пакетам. Вот для чего были эти пакеты. Осталось 20 штук. Ох, блядь, а сейчас... 19! Нет! Нет! А что это там, подождите, загрузка такая? Что это? Что это? Купить? Я теперь понял, для чего. Мы принимаем оплату по всему миру! Бюджет не ограничен! Бля, может, вы заберёте просто свою подарочную тысячу? Я ещё полайкаю. Всё, я больше не могу лайкать! Блядь, как обидно! Я думал, знаете, это крепительный платёж. Нет! Это не обычный сайт! Они пошли дальше! Они, блядь, предлагают пакеты. 16 штук. Да ладно, они же не закончатся, на самом деле. Сейчас обновлю. Блядь, 15 штук, реально! Сколько он там стоит? 250 рублей. Блядь, купить, что ли, а? Сука, по номеру карты. Вот было бы какие-нибудь вебмани, я бы купил. Не хочу номер карты оставлять, не пойми где. Не защищено вообще, блядь! Вы чё, ёпты, ебаболики, что ли? Эм, да, Paymaster. Подождите, какой Paymaster? Логотип не кликабельный. 3D Secure, блядь. Цифры на зади... Слушайте, здесь вообще ничего не кликабельно. Это никакой не Paymaster, блядь. И Ingao.com какой-то. Лежит эта картинка на каком-то вообще другом серваке. Что за сервак? Имгур? Это как что-то, что-то типа социальной сети? Они просто взяли из социальной сети логотипчик, блядь, и улепили на свой сайт. Дескать, у нас 3D Secure. Короче, они просто уведут номер карты. Вот оно что. Скорее всего, они даже не возьмут деньги. Срок действия. Так, CVC. CVC вот такой. Оплатить. Payment System. Error. Породолжить. А почему Error? Cash Pay. PayPHP. Почему в кэше? Короче, всё с вами понятно, друзья. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам тоже всё понятно, наглядно и очевидно. Очень долго пытались из меня выводить данные карты, и похоже, что мы только что им отправили какие-то левые данные, пусть сидят и пытаются с ней что-то списать. Проделают тоже лишнюю работу, так же, как и я лишнюю работу проделал. Ну, ладно, у меня работа хотя бы приносит вам развлечение, и то хорошо, да, пацаны? Сегодня вечером у Ирра стрим. Обязательно приходите, не забудьте обязательно посмотреть первую серию отлачет. Вторая выйдет уже на днях. Я думаю, может быть, даже послезавтра. Если звёзды сложатся. С вами был Андрей Непёдов. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кликни на превьюшку, сука! Гуфи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok